Здравствуйте! Сегодня отвечаю на вопрос. Кошка отказывается пить, совершенно не пьет воду. Что делать, как заставить? Будет статья, как обычно, по традиционной, я вас приглашаю. Появится подсказка. Переходите на сайт и на сайте задавайте свой вопрос, если он у вас возникнет. На ютюбе тоже можете оставлять комментарий, но, к сожалению, не успеваю отвечать везде. Итак, первое. Пробуйте менять различные миски разной формы, разного цвета, разного материала. Допустим, у вас пластиковая, желтая мисочка, поменяйте ее на керамику белого цвета, голубенького цвета кошки, чувствительные к цвету, к форме и объему. Любят пить с больших объемов, какую-то ведерко, кастрюля. Поиграйте с этим, порасставляйте в разных местах. Также обязательно качество воды должно быть хорошим. Об этом я снимал отдельное видео, будет ссылка в описании и в конце в закрывающем окне. Второй вариант. Открывайте кран. Текущая струйка многих привлекает, кошек, и они любят пить именно из-под крана. Но в этом случае качество воды должно быть хорошим, потому что водопроводная вода не соответствует качеству. Может быть, живете вы в такой стране, где это хорошо все у вас, но чаще всего приходится ставить фильтр. Третий вариант. Капайте в воду бульон или молочко. Это привлекает животных к питью. В миску взяли, накапали 2-3 мл бульона. Но такую воду нужно менять часто, особенно в жару. Следующий момент. Покупайте фонтанчики. Они продаются в зоомагазинах, в интернете различного типа. Гейзерного, когда жидкость поднимается со дна, выходит наружу и скатывается по гладкой поверхности. Либо струйка воды бежит. Либо сами можете сделать. В интернете есть масса роликов. Если 4 варианта эти не подходят и кошка у вас не пьет, нужно вычислять, почему она не пьет. Потому что некоторые могут не пить, когда жидкости им хватает из пищи. Влажный корм даете или какие-то супчики, бульончики. Я не говорю, что это правильное кормление, но может быть жидкости достаточно. Если совсем отказываются питья, и вы видите признаки обезвоживания, вязкая слюна или вообще ее отсутствие, кожная складка. Вот вы взяли складку, и она разглаживается долго. Значит, есть обезвоживание. Нужно поить принудительно. Как это сделать, есть у меня отдельное видео. Тоже будет ссылка в описании. В крайнем случае подкожно колите, физраствор вводите. Ну, если нет такой возможности, обратитесь к доктору. Тоже есть видео у меня на эту тему. Чем чревато, чем опасно отказ от питья? И почему это происходит? По причине болезни, чаще всего, когда, допустим, у кошки калицивироз. Банальный пример. Язык язвенный язык, обожжен, больно. Пить воду хочется, но больно. Наступает обезвоживание. Пожилое животное болеет суставы. Лень ему и больно идти до мисочки. И также кошки вообще мало чувствительны к жажде. По сравнению с другими животными. И могут терпеть до последнего. А если нехватка жидкости в организме, это приведет к ряду осложнений. Не сразу, со временем может развиться заболевание. Чаще всего мочевыделительные системы. Обострения какие-то будут. Циститы, мочекаменные болезни и так далее. Поэтому, друзья, нужно следить за питьем. Чтобы животное получало достаточное количество жидкости. Это 30-40 мл на килограмм в сутки. Примерно. Потому что зависит от температуры, от возраста, от физической нагрузки. И кроме количества, качество воды. В принципе, все. Я думаю, ответил на ваш вопрос. Будут дополнения. Пишите в комментариях. Заходите на сайт. И послушаем нашего эксперта. Сэммача. Пока, друзья. А я историю знаю в тему. У меня друг Васька. У него в туалете. Ну не у него, а там, где он живет, конечно. У него же туалета нет. С водопроводом. Так вот. Труба потекла. Водичка капала. И он оттуда пил. А хозяин не знал об этом. Не замечал. А с миской он не пил, потому что миска вонючая у него. Пластиком воняла. Отдавала. Ну не нравится такое. Так вот, хозяин забеспокоился. Начал принудительно поить. Как ты говоришь. Принудительно. Заставлял. Шприц в пасть засовывал и поил. Ну хоть вкусняшки давал. Молочком поил. Бульончиком поил. Васька долго не признавался. Ну а кто ж отказывается от молочка и бульончика. Это ж вкусненько. Ммм. Ням-ням. Надо и себе видать трубу в туалете. Попрогрызть. Чтоб текла немножко. Может молочка. Попрогрызть. 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 Продолжение следует. Продолжение следует...